На заседании Кабинета министров также обсудили итоги работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из юго-восточных областей Украины. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова отметила, что практически все проблемы решены. Большинство беженцев живут в семьях, либо сами снимают жилье. В пунктах временного размещения остаются чуть более 100 человек. Все без исключения переселенцы получают медицинскую помощь, дети ходят в школы. Кроме того, Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Елка для Новороссии». Вещи, продукты, подарки отправились сегодня в Москву, а затем очередной гуманитарный конвой доставит их на юго-восток Украины. В преддверии новогодних праздников в Новороссию в составе гуманитарного конвоя отправляются многочисленные новогодние подарки, елочные украшения и подарки, которые своим сверстникам из Донецка и Луганска передали дети из разных регионов России. Все это проходит в рамках предновогодней акции «Елка в Новороссию», которая проходит под эгидой уполномоченного по правам ребенка. И Чувашия не стала исключением. Я считаю, в такое трудное для них время, для детей, подарки из регионов России будут очень кстати. Чувашская республика тоже активно участвует. Сейчас мы видим с вами, это идет у нас процесс погрузки. Еще не весь груз мы погрузили. Сейчас еще машина должна подъехать, груз подвезти. Подарки собирали образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социального развития, предприятия наши. В качестве подарков кондитерские изделия, а также новогодние игрушки и канцелярские товары. Новогодние подарки из Чувашии и других российских регионов первым делом отправляются в Москву. А уже оттуда они будут направлены на юго-восток Украины.